ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, два, один! Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона Орел и решка чудеса света. В новом сезоне мы объедем все континенты. Чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни. Люди! И необитаемые острова. Самые веселые праздники. И самые страшные обычаи народов мира. Таких чудес света вы еще не видели. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Видел? Как тут круто. С премиальной картой Мастеркард могу позволить себе все что угодно. Шалом, друзья, это Орел и решка чудеса света. Антон Зайцман прилетели смотреть на Мертвое море. Вы знаете, я первый раз в Израиле и чувствую себя как дома. Вот здесь как-то хорошо, уютно. Так дома и денежка тогда не нужна. Давай, подбрасывай монетку. О, Орел. Эшка. Нет, это уже не смешно, ребята. Дома и стены помогают. Сходи к стене, плачь и помолись, но что-то сделай, загадай желание. Потому что ну сколько раз подряд так может. Вот умник, а. Это уже не смешно. На библейских землях между Израилем, Палестиной и Иорданией находится древнее чудо света – Мертвое море. Мертвое море – это море чудес. Море ниже уровня моря. Где вода – это не вода. А песок – не песок. Где грязь – лекарства. А по поверхности можно даже ходить. Какая-то горячая. Любое путешествие на Мертвое море начинается с аэропорта Тель-Авива – Бен-Гурион. Из Тель-Авива я отправляюсь в Иерусалим. А там уже к нашему чуду. Быстрее всего добраться до Иерусалима на скоростном поезде за 5 долларов. Хоть Израиль страна и небольшая, но у нас с безлимитной картой на него большие планы. И мне нужна очень быстрая машина – Феррари 488. Моя кошерная малышка. Извините, пожалуйста. Тадараба. На такое за фалафелем не стыдно смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверим, за сколько можно разогнаться на Феррари до 100 километров. Раз, два, три. Нормально. Я отправляюсь в южную часть Мертвого моря. От Тель-Авива туда ехать 170 километров. Теперь понимаете, зачем мне нужна такая быстрая тачка? Всего час, и я на море. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За 20 минут поезд довозят из Тель-Авива в Иерусалим. Дальше от станции нужно пройти 150 метров до центрального автовокзала и сесть на 486-й автобус. За 8 долларов он довезет прямиком до Мертвого моря. Ой, держись! Опа! Кто выключил свет? Экономия. Зачем свет, когда день? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло полчаса, меня уже изрядно подташнивает. Потому что тебя носят с одной стороны в другую в этом автобусе. О, блин. Мне реально тошнит. От Иерусалима до Мертвого моря трястись на автобусе полтора часа. До остановки в Уотер-парк. Ну как, один свет? Мама, а где море? Я думала, мы к пляжу куда-то подъедем. Что это за пустынь? Что это такое? А вон там написано дезерт оазис. А вон там пляж, вон там зонтики нарисованы. Отсюда до пляжа топать еще полтора километра. Ура, мы нашли! Шекель неживо. 500 гривен, чтобы просто зайти на пляж? Так, ну за 60 шекелей я должна получить супер-аттракцион радости. Ой, да тут целый городок. Пляж «Калия» – это прям туристический муравейник! Сразу при входе магазинчики с различным сувенирным барахлом. Ой, это соль с разными ароматами. Класс! Надо взять. Что? Одна баночка 8 долларов за соль? Вы серьезно? Та-да-да! Наше чудо света! Пожалуйста, вашему вниманию, Мёртвое море! Мдааа, пляж ни разу не Мальдивы. Вместо песочка – крутой склон, покрытый глиной. Выглядит как строительный карьер. За что спросите платить 18 баксов? За пластиковый стул на пляже и за душ. За все мои путешествия по чудесам света я понял одно – чем больше чуда, тем выше нужно подняться, чтобы оценить насколько оно красивое. Так что крылья мне! Ребята, как это обалденно! Это просто какой-то восторг! Ребята, как это обалденно! Это просто какой-то восторг! Смотрю сейчас на Мёртвое море с высоты и понимаю, что оно небольшое. И вообще это не море, а озеро. Просто для древних людей столько воды посреди голой пустыни автоматически казалось морем. Оно было гораздо больше, но из-за глобальных климатических изменений всохлось. Каждый год уровень воды в Мёртвом море падает на один метр и появляется новая светлая полоса вдоль берега. Настоящее древнее чудо света. В чем еще чудо Мертвого моря? Это самое низкое место на планете – почти 430 метров ниже уровня Мирового океана. Даже если лететь на высоте 200 метров, всё равно это будет ниже поверхности океана. Да, это было просто обалденно. И я вот сейчас в полете нашел рецепт идеального чуда. Горы, море, солнце и вы. Все, посыпать это щепоткой экстрима эмоций и чудо готово. Главное чудо Мертвого моря – это его вода. Вода, в которой невозможно утонуть. Конечно же, каждый, кто приезжает на Мертвое море, хочет испробовать это чудо на себе. Ну что, в воду? Нодичка немножко прохладная, но больше беспокоит не это. Там грязь, которая просто тебе не дает шага сделать. Очень скользко. Трампун здесь главное, чтобы был недалеко. Мне кажется, пора погружаться. Мне нравится на этих старичков смотреть. Им вообще не холодно. На самом деле вода достаточно прохладная. Мне очень холодно. Мне прям очень холодно. Я вообще никакой радости не усыпаю. Мне просто очень холодно. Мы приехали на Мертвое море в январе, когда температура воды утром 18 градусов. Нужна пятиминуточка, чтобы совладать с холодом. Потом наступает удивительное ощущение. Потому что ты вообще не напрягаешься и тебя как пушиночку маленькую держит на воде. Мне кажется, люди, которые весят под 100 килограмм, они особо радуются здесь. Потому что это необычное ощущение. Ты просто такой, как неваляшка, куда бы ты не повернулся. Ты ничего не делаешь, а она тебя держит. Магия! В Мертвом море гиперсоленая вода. Из-за соли она гораздо плотнее, чем обычная и как бы выталкивает человека на поверхность. Вода такая плотная, как будто бы она и есть какой-то матрас. Ты на нем лежишь. Она очень плотненькая. Очень мягкая кожа стала. Она очень горькая. Ой, как неприятно. Сколько? Одна секунда. Я дотронулась пальцем к языку. Она сначала тебя как будто бы обжигает такой горечью, а сейчас пить хочется. Прям вот весь рот он как высушил за одну секундочку. Только вдумайтесь! В одном литре воды из Мертвого моря 13 столовых ложек соли. Если выпить полстакана такой воды, обожжешь все внутри и откажут почки. Если миллионеры приезжают на Мертвое море, они едут в курортный городок Эйн Бокек. Тут роскошные отели, благоустроенные пляжи и куча дорогих эксклюзивных развлечений. Внимание! Невозможное развлечение – дайвинг в Мертвом море. Это кажется невозможным, ведь вода тут же выталкивает тебя обратно, как бы говоря, иди отсюда, понаехали. Но я и полторы тысячи долларов докажем вам обратно. Дайвинг на Мертвом море не похож на другие погружения. Эта вода имеет уникальные физические свойства и чтобы нырнуть здесь нужна особая подготовка. Дайвить в Мертвом море – это примерно как выходить в открытый космос. Из-за того, что соль очень острая, на гидрокостюм нужно надеть еще вот такой красный костюм. Он выполнен из специальной защитной ткани. На руки нужно надеть плотные перчатки. Потом инструктор надевает экипировку. Вот сейчас начинается самое интересное – ты можешь тавить в Мертвом море и не всплывать, при условии, что за твоей спиной 50 килограммов свинца. Мне, если честно, даже сидеть с этим тяжело, я не представляю, как встать. Мне еще везде в карманы напихали дополнительный вес. Вот в этих мешочках металлические шарики. Для тех, кому кажется, что ходить по воде с 50 килограммами – это легко, вот вам, пожалуйста, еще ласты. Кроме специального костюма нужна полная лицевая маска, похожая на шлем астронавта. В обычной маске погружаться нельзя, потому что это не просто вода, а агрессивный химический раствор. Если просочится хоть одна капля и попадет в глаз – ну, это как будто плеснут кислотой, ожог сетчатки и паника. Играет музыка Играет музыка Как твоя волна Окей, где назад, где на воду. Снимаю себя еврейским терминатором. Боже мой, я не думал, что это так тяжело. У воды Мертвого моря такая большая плотность, что даже если на тебе полсотни килограммов свинца, вода все равно выталкивает на поверхность. Последний этап перед погружением – выпустить воздух из костюма. Это то, что своими глазами видели считанные люди на земле. Гигантские белые сугробы под водой. Это все соль. Только сейчас меня осенило, почему Мертвое море назвали мертвым. Посмотрите, здесь же нет ни одной рыбины, ни рачка, ни малька, даже ни одной захудалой водоросли. Никто из них не выживет в такой соленой воде. Дайвинг в Мертвом море это не про какое-то экзотическое развлечение, это про настоящий экстрим. Ты думаешь не о красоте соляных узоров, а о том, как бы вот эта вода не попала в маску. В общем, такая проверка на жим-жим. Боже, какой я легкий. Мертвое море – это не про загар и коктейли на шезлонге. Туристы сюда приезжают оздоравливаться. В Мертвом море все лечебное – соль, соленая вода, соленый воздух. Но самой целебной считается грязь Мертвого моря. Грязью лечат суставы, кожные заболевания, псориаз и сиборею, грязь разглаживает морщины и, говорят, даже расщепляет жир. Ну что, начнем наш грязный спа. Выглядит она как глинок. Такой еще продают в аптеках, знаете, для лица. Натремся обильненько. Вот здесь все больше вырастут. Намажем хорошенечко. Чтобы устроить себе спа, ты опускаешь руку, щупаешь, где есть грязь и начинаешь ее ковырять. Здесь просто отковыриваешь такую кучку и этой кучкой обмазываешь тело. Наверное, поэтому тут и дерут 18 долларов за вход. В соседнем магазине маленькая баночка лечебной грязи стоит аж 20 долларов. Говорят, чтобы прошло оздоровление и кожа стала брехотистой, как шелк, грязь должна засохнуть и сама отвалиться. Не уверена, что у меня есть на это время. Подождем. Вот это да! Пока Алина ковыряет грязь со дна, миллионеры на дорогом курорте заказывают себе грязевое спа. Ну все, я готов. Мажете меня полностью. Можно? Да, здрасьте. Здрасьте, меня зовут Денис. Антон. Очень приятно. Присаживаемся на кровать так. Два еврейских хрени. Все, сейчас садимся. Минутку-две, ждем. Я прихожу, иду за грязью и вас буду мазать. Все. Две минутки, я захожу. Все. Это прямо с Мертвого моря? Это очень полезная грязь, особенно когда в горячем виде она очень полезна в лечебных свойствах. Вот что в морях Мертвого моря. Сейчас, подождите, пройдет ожог. Не-не-не. Это просто с непривычки. Какая она грязная. О, грязная. Какая она грязная. Какая она горячая. Божец. Ой, хорошо. Лес уставов. Все это круче, чем горячая ванна. Ради этих процедур приезжают люди со всего минутки. А почему именно грязь с Мертвого моря? Потому что здесь около 84 минералов. А в грязи во дворе столько минералов. Я сейчас испачкался, но очень дорого. На грязевом спа полностью обмазывают грязью, закутывают в клеенку и заворачивают в одеяло. Какой эффект должен быть? Расслабляющий. Мышцы, снятие болевых суставов. Всего приятного отдыха. Спасибо. Так тепло, хорошо и спину греет. И вот пока лежал, вот что мне пришло в голову. Получается, я же сейчас из князя в грязи. Главное, конечно, не упасть в грязь с лицом. Без грязных подробностей и без грязных мыслей, чтобы не прослыть грязным мальчишкой. Через полчаса грязь смывают. За что меня любят телезрители? И потом расслабленного и чистого миллионера приглашают в джакузи с аромомаслами. Как это по-моему степень. Мертвое море – уникальное чудо. По этому морю не ходят корабли и богач не сможет отправиться по нему в круиз на своей белоснежной яхте. Судно из дерева и металла соль не щадит. Единственный вариант – взять эксклюзивный тур на специальной пластиковой лодке за 600 долларов. В туре тебе показывают места, до которых сам не доберешься. Тут можно вблизи рассмотреть соляные берега, похожие на слоеную халву. Каждая полоска – это один год. Один год соляных отложений. Раз, два, три, четыре, пять, семь, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре. Вот. Вот за мою жизнь, за 26 лет, отложилось вот такое количество соли. Вот. Ой, а что там? Это что, медуза? Это загадка Мертвого моря. Пошли, я тебе покажу. Не бойся, это не лед, он не треснет под ногами. Мы сейчас стоим на соляном столбе высотой 12 метров. Тут из-под земли пьет пресноводный источник. Подводный вихрь так закручивает соль, что она начинает осаждаться на одном месте и формируется в столб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огромный соляной столб, выросший со дна моря до поверхности. Где еще в мире можно увидеть такое подводное чудо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На море я посмотрела, пора найти ночлег. Хостелов на побережье Мертвого моря нет. А самый дешевый номер в отеле стоит 90 долларов. Если у туриста всего 100 долларов на уикенд, можно переночевать в кибуце. Это уникальное явление, которое придумали израильтяне. Я еду в кибуц Эйн Геди. Конечно, я мог бы позволить себе номер за 1000 долларов на курорте Эйн Бакек. Но это для просто богатых туристов. А я мега-богатый турист. И мне нужно самое дорогое жилье. Такое находится в районе Кесария. Это что-то вроде израильской кончезаспы. Тут живет премьер-министр Израиля и, по слухам, Пугачёва и Галкин купили здесь особняк за 7 миллионов долларов. Я арендовал себе виллу за 3 тысячи долларов в сутки. Добрый вечер. Шалом вашей хате. Обалдеть. Для этой виллы нужен отдельный выпуск «Чудес света». Это вилла взаправдочного миллионера самого известного израильского кинопродюсера Йорама Глобуса. Это он снял наши любимые боевики 80-х с Чаком Норрисом. Посмотрите, как живут настоящие миллионеры из Голливуда. Посмотрите, какие у них дивные вкусы в интерьере. Бронзовые статуи. Коллекции картин голландских художников. А еще в доме у продюсера есть красный рояль. Я только на бас-гитаре умею. А теперь давайте посчитаем, сколько комнат в доме у миллионера. Зона отдыха 1. Зона отдыха 2. Своя бильярдная комната. Первая спальня. Вторая спальня. Третья спальня. Четвертая спальня. Пятая спальня. А в подвале у известного продюсера самое интересное. Личный кинотеатр. Красота. Требует средств. Полчаса в пути и я добралась до кибуца Эйнгеди. Давайте зайдем и посмотрим, что же это за зверь такой – кибуц. Тут так красиво. Кибуц – это такое поселение, израильский вариант колхоза. Люди объединяются в общину, чтобы, например, выращивать апельсины или помидоры. Или финики, как в кибуце Эйнгеди. Они с нуля создают производство, развивают хозяйство и потихоньку расстраиваются. Получается вот такой небольшой городок, где есть и дома, и школа, спортзал, даже концертный зал. Такое ощущение, как будто бы мы на территории какого-то пятизвездочного отеля. Все в цветах, красивых деревьях, пальмах. Куда потратить заработанные на продаже фиников деньги – кибуцы решают на общем совете. Захотели – купили гольфкары. Захотели – открыли гостиницу, чтобы зарабатывать на туристах. Или вот – сделали общую столовую, чтобы членам общины можно было недорого перекусывать. Здравствуйте. Привет. Вы можете мне помочь? Извините, вы житель кибуца? О да, я член кибуца. Правда? Вау, меня зовут Алина. А меня Мани. Мани, мне так у вас понравилось. Расскажите, как вообще получился кибуц? Нам очень повезло, ребят. Окей. Мы основали этот кибуц в 56-м году. Я – один из первых членов общины. Тогда каждый из нас работал на земле, как умел. Мы выращивали овощи, сажали финиковые деревья, строили первые дома. Кем я только не был. И трактористом, и маляром. Раньше кибуцы были другими. У людей было все общее. Все заработанные деньги делили поровну. В столовой питались бесплатно. Сейчас уже все не так. Появилась частная собственность. Можно не делиться зарплатой, если не хочешь. Неизменно только то, что все мы работаем на благо кибуца. И решения по нему всегда принимаем вместе. Вау, вы как одна большая семья. О да. Спасибо большое, мне было очень интересно вас послушать. К счастью для бюджетных туристов, в кибуце Энгеде сделали еще и кемпинг. Здесь можно переночевать за 35 долларов. Дороговато. Но дешевле варианта ночевки на берегу Мертвого моря просто нет. Тут есть зона отдыха. Бильярд. Терраса, чтобы любоваться закатом. А вот и сам кемп. Да еще с таким видом. И мои апартаменты. О, нет людей, это плюс. Так, ну что, устроим небольшой рум-тур? Вот и все. Белье. Коврик. Кондиционер. Ой! Зеркальце. Мой номер – это шатер, где вместо кровати пять матрасов. Вот матрас выбирай себе какой. Нравится. Ну вот постельное белье надо пойти взять. Премиальная карта Мастеркард – это безопасность и экономия времени. Карта всегда в моих руках и оплата занимает всего пару секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон? Ты? Антон? Как ты меня узнала? Как бы ты не менял внешне, я всегда тебя узнала. Ты мой любимый момент. Я всегда думала о тебе. Ну что же с нами будет дальше? Для начала ты извинишься перед кей-поперами, ***. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром второго дня бюджетный турист может съездить в одно уникальное место на Мертвом море, которое покорило инстаграм. На соленом острове растет одинокое дерево. Вот же оно. То самое знаменитое дерево Мертвого моря. Ну а если честно, я не рассчитывала, что оно будет так далеко. Отсюда метров пятьсот. Ну чего не сделаешь ради фоточки, да, девочки? Лайфхак, хотите от меня? Приезжайте сюда, не в январе. А, как холодно, господи, боже мой, как холодно. Честно. Честно. Есть ощущение, что это не соль, а какая-то длина. Это льди и дерево. Что было? Господи, как холодно. Ааа, какое острое. Ааа, ай, блин. Хватаешься за эту ноль, а она острая, просто как будто бы тут иголки мелкие. Невозможно ухватиться рукой, очень больно. Как сюда подняться теперь? Вблизи ясно видно, что в чудо-дереве нет никакого чуда. Оно мертвое и просто вкопано в соль. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Да, ну там устой, красиво. Но плыть я обратно не хочу. На вертолете забирайте. Не, я не поплываю. Нет. Несмотря на постоянные перелеты и джетлаги, мне даже удалось сегодня выспаться. А все потому, что слежу за своими фазами сна. Поэтому у меня любое утро доброе. Вот и сегодня спал как младенец почти восемь часов. На Мертвом море есть еще одно чудо. Библейский город Содом. Согласно Ветхому совету, на берегу Мертвого моря стояли города Содом и Гомора. Их жители погрязли в блуде и садомии. За это Господь пролил с небес огонь и серу и испепелил города. Вот что от них осталось. В наше время на этом месте есть странная дыра, которая ведет будто бы в саму преисподнюю. Но чтобы это увидеть, нужно спуститься вниз. В Содом. На дно. Ай, началось, блин, приключение. Чтобы спуститься на самое дно, нужны 430 долларов, смелость и очень опытный инструктор. Антон, очень приятно. Как много людей возвращается из этой пещеры. Как тебе сказать, кто хочет, возвращается. А кто не хочет, мы не проверяли. Красный ответ. Могу идти на 80 метров в глубину. Капец, как это страшно. Неприятно. Давит везде. Но это лучше, чем упасть. Нормально. Самое жуткое, Саня, когда смотришь вниз, там не видно. Просто сияет реально бездна. Темная бездна. Капец, тут нифига не видно. Просто отвесный эскаласты. Капец, как страшно внизу. Жесть. Ребята, это дыра глубиной 80 метров. Чтобы вы понимали, сюда влезет монумент Родина-Мать. Головой это понимаешь, но верится только уже вблизи, когда спустился, что вот все, все эти 80 метров, которые я спускался, это все соль. Все вокруг соль. Такое чудо света, созданное из песчинок соли и времени. Все, теперь точно нет сомнений, очень соленые. Воздух насыщен солью. И это очень полезно, известно, в медицине есть специальные соляные кокнуты. И люди платят большие деньги за то, чтобы находиться в этих комнатах часами и дышать полезным воздухом. Ну все. Начинаются подземные лабиринты. Дальше ползком. Ёлы-палы. Там очень узко. Внутри гора Содома пронизана лабиринтом узких, длинных тоннелей. Их тут промыла вода. Как будто ползаешь в пасть у какого-то хищника. Я тут просто на секунду вспомнил, что я здесь в Израиле с золотой картой шампанского мне. Лазить по таким тоннелям – это ад для клаустрофоба. Самое лучшее в пещере – это выход из нее. Тем, кто будет отдыхать на Мертвом море, обязательно нужно съездить в древний библейский город Вифлеем. И увидеть место, где родился Сын Божий – Иисус Христос. Для этого нужно сесть на 486-й или 444-й автобус и доехать до Иерусалима. В Иерусалиме можно прогуляться по колоритным улочкам старого города. Подкрепиться шаурмой с овощами – Сабих. И потом выдвигаться в Вифлеем. Тем, кто хочет увидеть место, где родился Иисус, нужно знать важный нюанс. Вифлеем находится на территории Палестины. Палестина – это особенная территория с неопределенным статусом, где живут палестинские арабы. Чтобы добраться в Вифлеем, туристу нужно идти в восточную часть Иерусалима – на Арабский вокзал. И садиться на автобус номер 234. За 5 шекелей через 20 минут вы окажетесь в другой стране. Нет, мы еще не приехали. Это просто такой контрольно-пропускной пункт на границе. Не секрет, что у Израиля и Палестины продолжительный конфликт. Поэтому на территорию Палестины просто так не попасть. Нужно пройти пограничный контроль. К счастью, для иностранного туриста переход через границу несложный. Проходишь по коридору… И все. Ты в Палестине. Сразу же здесь на тебя накидывается куча таксистов. Предлагают подвезти куда? В Вифлеем, конечно же. Понимаешь, что все туристы идут туда. Палестина. Чаще всего слышишь это название в новостях. Оно постоянно ассоциируется с вооруженными конфликтами. Чем-то опасным и туристы боятся сюда шагу ступить. Что же меня тут ждет? Я не думала, что будет настолько сильный контраст. Здесь реально все иначе. Первое, что встречает на территории Палестины – высоченная стена из восьмиметровых бетонных блоков. Ее построили израильтяне, чтобы отгородиться от своих арабских соседей. Сверху натянута проволока под током. Каждый сантиметр под прицелом камер. Стена – любимый холст уличных художников. Каждый считает своим долгом тут самовыразиться. Вот эти граффити самые известные. Их автор – знаменитый британский художник Бэнкси. На самом деле в Палестине могут возникнуть проблемы только у евреев. А если ты иностранный турист и приехал смотреть на христианские святыни – тебе здесь ничего не угрожает. Главная религиозная достопримечательность Вифлеема – храм Рождества Христова. Именно здесь по преданию родился Иисус. Базилика Рождества Христова – священный храм для всех христиан. Это единственная икона Божией Матери, которая улыбается. Чтобы увидеть место, где родился Иисус Христос, нужно спуститься в пещеру. Конечно, две тысячи лет назад никакого храма здесь не было. На этом месте находился хлев, где остановились Мария и Иосиф в ожидании рождения сына. Каждому дается минуту времени, чтобы коснуться и сделать фотографию. Именно тут, где изображена 14-конечная серебряная звезда, 2020 лет назад родился младенец – Сын Божий Иисус Христос. Трудно найти более важную святыню. Каждый мечтает к ней прикоснуться. Это место, конечно, очень необычное по своей энергетике. И не важно, какой религии ты придерживаешься, это стоит увидеть. С одной стороны, конечно, смущает, что люди все время фотографируют. А с другой, я смотрела на этих дедушек, которые были счастливы, что они находятся возле этой звезды. Они делали фотографии на память, чтобы показывать своим родственникам. Ощущения внутри, если честно, разные. Но я рада, что здесь побывала. Здесь каждый камень дышит историей. Нужно лишь подобрать подходящую музыку. А беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds обеспечат полное погружение. И полную безопасность. С функцией фонового звука слышно все самое важное. Шалом. У мертвого моря мы прячем для вас такие живые деньги. Бутылку со 100 долларами ищите на пляже Эйнбокек. Она закопана в песке возле самой южной колонны, которая держит навес. А коль бы с это. Говорят то, что мертво умереть не может. Но за этот уикенд мы поняли грустную вещь. Мертвое море таки умирает. 120 тысяч лет назад оно было гораздо больше. Оно ссыхается из-за глобального потепления из-за того, что забирают воду из питающей его реки Иордан. Его по частям растаскивают по миру в баночках с грязью. Может сиси больше вырастут. И в пакетах с солью для ванн. Конечно, мертвое море высохнет не через год и даже не через 10 лет. Но, скорее всего, наши внуки вместо мертвого моря увидят мертвую лужу. Мама, отдай море. Я сейчас испачкался, но очень дорого. Прикольно, скажи. Каждая-каждая. Каждая-каждая. Русские! Сарочка, не выбрасывай и это продадим! Ой, привет! Ой, совсем замерзла я. Я тоже. Рассказывай! Я все видел в принципе в грязи. Все видел. Тогда мне тебя не удивить получается. Что там еврейская жена? Кипа! Сейчас моя мама еврейская радуется, что я в шапке. Знаешь, как в Израиле говорят, хорошо там, где нас нет. Ну а там, где мы есть, там еще лучше. Ну тогда нам надо ехать к следующему чуду. Райские острова Таиланда. Пока, ребят. Мной можно зализывать текилу.